Ты познал, дай вечер, вечер, колдовство твой, проклятый дар! Дикий, долгий, ночной угар, лютый ненависти пожар! Привет, тос, амигос! Эту ночь Геральт прожил в своем имении в Корво Бьянко. Спал он, правда, хоть и на кровати, но по-прежнему на коленях. Но, видать, так, привычней. Света по-прежнему здесь никакого нету. Люстру не повесили, на что пять тысяч потратили. Бля, вообще непонятно. Поставить трофей. В языке нет, блин, как это нет трофеев? У меня же вон головы всякие. Блин, что за трофеи тут нужны, твою мать? Я хочу украсить свое саное жилище. Повесить картину. Щит Равикса из черт-торога. В самом темном, блять, углу, чтобы никто не видел эту залупу. Отстой. Настоящий, сука, отстой. Что еще могу сделать? Что? Использовать. И что? Так. А нельзя ли все сюда поставить, нет? Книги для задания. И что мне с ними? Просто книги, давай. Да, да, пипец. Это просто... Я могу в рюкзак где угодно залезть и прочитать. Смотрите, это дало мне какой-то бонус. Буст к чему-то я получил. Так, я еще хочу картины. Я хочу вешать картины. Вот, смотрите, дырка наверняка здесь. О, повесить картину. Вот эту. Ух, какая вообще. Ух, красота. Не видать ни хрена. А вокруг красота. Блять, по-моему, дома надо с факелом ходить. Дожили. Ну, хоть, блядь, за свет платить не надо. А то денег и так нету. Господи. Я нищий ведьмак. Эй, ты! Турнирный чемпион! Может, тебе в колоколах какую скидку дадут? Я еще не понял. У меня тут дом, блядь, или... Сука, проходной... Проходная... Про... Я... Блядь, даже слов не найти. Я возмущен этими порядками. Где мой камергинер? Кто это быдло? Че они тут делают, твою мать? А, это, наверное, таджики ремонтят пришли. Чем могу служить? Ты-то, блядь, тут хуй по моему дому, ёпта. Играешь в Гвинт. Ха-ха, я не играю, ёпта. Спасибо. Мне пора возвращаться к делам. До скорой встречи. Сука, наняли местных. Зачем? Есть же, блин, всякие гастарбайтеры подешевле. Пять тысяч, пять тысяч. За косарик бы ремонт сделали. Вон, молдаване за какие-нибудь. А чан-фанели даст мне кредит, если я жил... Не ложи деньги в этот банк. Там одни пидоры работают. Чан-фанели эти. О, столько для доспехов. Смотрите, я могу сюда поставить. Ооо, я знаю, что я могу сюда поставить. Блядь, открыли нахуй мне двери. Хули ты там колотишь, блядь? Гвозди в кирпичи забиваешь? Ооо, блядь, где таких нанимают? Так, ну-ка дайте-ка мне, что это тут такое? Медведя, жирно. Грифона. Ооо, грифона сейчас повешу туда. Чё ещё надо? Это не грифон. Это не грифон. Вот грифон. Вот грифон. Окей. О, лопату можно повесить. У-ху. Ай, блядь, что ты делаешь-то? Ты лучше штукатурку тут положи на стены новую. Нахуй ты мне в воображаемой гвозди заколачиваешь воображаемым молотком. И то, фу, один гвоздь забил, заебался. Слышишь, ты как брендит летсплейщик, блядь, который... Серия только началась, он уже вздыхает, как он устал. Ооо, мы начинаем проходить игру, блядь. Ооо, а чё, лопату сюда нельзя повесить? Отстой. Ну, давай хоть мечей навтыкаем. Что это такое? Монтикоры. Корабела. Остальный меч оруженосца. Ооо. Да, не смотрится вообще никак. Полная хуйня. Давай, по... Ооо. А, а чё, ботинки сюда не надо? Ботинки не надо? Не надо сюда, блядь, штаны надо. Чёрт. Сейчас, сейчас, сейчас. Наведу красоту немножко в жилище и пойдём квесты делать. Перемотайте там все недовольные. Вообще, блядь, столько недовольных развелось. Просто пипец. Понимаете, всем не угодишь, блядь. Атмосферно, хуисферно, блядь. Какие-то квесты. Один даже на прошлой серии пишет. Всё, надоело, давай по сюжету. Он даже не врубает, что это, блядь, и так уже сюжет. Уж даже не отличает одного другого всё равно. Блядь, чё-то недоволен, нахуй. Всё не нравится, блядь. Да что, сука, за твою мать? Где вас набрали? Так, так. Блядь! Почему по очереди всё вешать-то надо? Ёбаная штыкаша. Я не хочу вешать синие перчатки, потому что я их планирую продать. Причём дорого. Ну, блядь, и порядки здесь. На вашей грядке. Так, вот этот грифон. Медведь, блядь. Вот грифон. Нет, это волк. Змея, блядь. Вот грифон. Ну, камон, блядь, где они? Всё. Мне бы ещё в комнате перестановку сделать, потому что всё как-то очень-не очень. Обходить эту кровать каждый раз. Всё, наконец-то я сейчас... Я просто хочу посмотреть. Во! Во! Стильно, модно. Как будто Геральду башку отрубили нахер. Так, а что у меня на втором этаже, на моей фазенде? Это какая-то херня. А куда мне картины ещё вешать? У меня же есть ещё картина. А, у меня щит есть. Ну, видимо, пока что... А где старуха? Чё со старухой? Ты куда её дел? А, она вон всё сеет, топчет. Подрывает. И так денег, блядь, нету. Она ещё жрёт, сей в три горла. Она же из богатых там, княгинь каких-то. А чё у него с приданным-то как? Где так ты? Ну, хоть ремонт начали делать. А то я деньги отдал, смотрю, ничего. Этот гвинт меня доканал. Этот гвинт меня доканал. Да говно, я согласен. Вон, смотрите, леса поставили, кран. Ммм, нормально. Ещё бы тёлочек молодых сюда пригнали вместо вот этих старых развалюшек. Была бы вообще красота. Сердце тешит привычная мысль. Там такое же синее небо и такая же сложная жизнь. Сердце бьётся всё чаще и чаще. Только... Нет, как там дальше? Только так же от боли там плачут, так же в муках рожают детей. Этот крестьянин мне нравится, он напивает старый, отечественный... По-моему, у этой крестьянки форсунки совсем протёрлись. У неё там из жопы подсекает, вы слышали? Так, знаете, знаете, что ещё я подумал? У меня же, блядь, умения-то прокачались. А я могу... Не, я не могу. А-а-а! Что? Удары рукопашные вещества, как на первый раз до конца битвы. Вау. Где мне взять-то, бля? Каждый раз, когда вы получаете урон в бою, такую ещё воспротивление получает полтора процента донесённого вам урона. За каждую очку интоксикации. Нихуя себе. Ну, поскольку у меня красных мудогенов один хер нету. Блядь, ну знаки, критический урон. Да, да, мне много пишут, что знаки там с уровнем меняются, блядь. Что там ещё, чё-то там, чё-то там. А-а-а! И что? Так она работает или её куда-то поставить надо? Я не понимаю. То есть, чего? Чё за хуйня? Чё надо сделать-то? А, выбрать вот это говно какое-то поставить? А, я не знаю. У меня и так всё там. Шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И там шесть стоит. Чё они хотят, чтобы я сделал-то? Ну на. Да, блядь. Я вам скажу, это полная манда какая-то. Это мне теперь надо прокачивать, получается, умение для... Сила сильных ударов. При наложении знака использует три очка адреналина. Тут повышает знак. Чё за хуйня? Мгновенно даёт очко адреналина. Чё любит? Да, вот это говно что? Поставим. Ничего, не понимаю, как это работает. Вот эта хуйня будет работать? Или не будет? Красных потому что больше нету. Смотрите, что это синие и зелёные остались. Фехтование, алхимия. Знаки, знаки. А-а-а. Это просто алхимия. Вот там фехтование. Унц, алхимия. А хуй его пойми. Пошла ты в жопу, блядь. И так пойдёт. Пиздец какой-то. Напридумывали. Вот, блядь, в фоллауте просто учишь и просто работает. Здесь чё-то, блядь, по ячейкам распихает. Чё-то ячеек не хватает, блядь. Я догадываюсь, почему они вообще вот это замутили. Вот это дополнительные мутации. Потому что и так у всех левел максимальный. Прокачивать нечего. А к чему-то надо стремиться. Херак. Появились гроссмейстерские доспехи. Появилась ещё какая-то ультрамутация вообще убермощная. Выкрутились поляки хитрожопые. Только не архи споры. Пошли в жопу. Так, дверь-то открылась. Ну-ка, Монг. Да, блядь. Мне вниз надо. Понятно, парадную дверь он мне не хочет открывать. Так, эти твари сдохли, надеюсь. Ну да, новые-то не наплодились. Да, ёп. Чего? А, это опять-то. Гнойное растение. Чё-то такое. Вау. Блядь, для того, чтобы запрыгнуть, он гасит факел. Ты прикалываешься. Чё тут ещё есть? Чё-нибудь идти? О. Продадим. Чё за артефакт Кейра? Хуя себе. Это вам призрачная стена Dark Souls прям. Касус Фаердис. Файдерис. Клятва рыцаря. Чё за рыцарь тут помер? Здесь покоится Рамон. Из группы Рамонес. Рамонес Гишона. Рыцарь. На моей могиле вы не отыщите изображение человека, который когда-то жил. Я отдал сердце и души и тело рыцарскому ремеслу и хочу, чтобы меня запомнили как рыцаря. Символ же рыцарства есть обнажённый меч. И тот же меч почиет сейчас надо мной. Меч, который защищал меня... Подожди. Меч, который защищал честь мою, моих друзей и дам моего сердца. Меч, который был для меня ближе, чем брат. Меч, который никогда не запятнал себя кровью честного человека. Пусть же покоится он на этом камне вечно. Извини, браток, у меня другие планы. Ну, тут такой богатырь солидный, но он сказал, что это не его изваяние, что это просто... Он для понта так и сделал. Так, а здесь что у него? А здесь, наверное, деньги, которые... О-о-о, серая краска для заспехов. Растворитель краски. Четыре флорина? Четыре флорина, блядь! Это, наверное, то, что ему на глаза положили для лодочника. Так, а что за меч? Ух ты, ёптво, нихуя! 584. Опять пробитие доспеха, мощь знаков, дополнительный урон. Прикидите, шанс кричит. Куда? Ничего себе. Ничего себе, блядь! Вот это дамаг. 584. На сотку почти больше, чем у моего куска говна из школы котика. Блядь, это лопату ещё с собой таска. Как они хитрожопы сделали? Стойки для доспехов, стойки для оружия в доме. Чтобы я всё это не продал, что ли? И денег не заработал? Молодцы, блядь. Надо было ещё полочки для рун приделать. Я бы вообще охуел-то на. Красоту, блядь, наводить в этом доме. Ну, скажите, камон, что мне не сюда. О! А, нет, открыто. А чё же я сюда не вбежал-то, да? Ах! Так, где регист этот? Славков Идик. Путешественник, создатель прототипа летающей машины. Погиб при испытаниях, наверное. Подождите, а где? Где этот? А, вон. Блядь. Понастроил. У него скелет Майкла Джексона? Что, готовишь бульон из руки своего товарища? Вижу, у тебя обострелось чувство юмора. Мы не каннибалы, Геральт. Я взял с руки немного ткани. Этого хватит, чтобы приготовить микстуру отзывка. На аваристая микстурка-то, наверное. А остальное где? Я сжёг всё, как велит наш кодекс. Ворон сказал, что ты нашёл последний ингредиент. Какие вороны полезные. Какие вороны полезные? Часто они тебе помогают? Я стараюсь этим не злоупотреблять, но они и правда бывают полезны. Я хотел быть уверен, что смогу быстро прийти на помощь, если что случится. Чё ж ты сразу со мной не пошёл? Я и сам справился. Долго ещё готовить отзывок? И ты что-то говорил про последний компонент? Я тебе тёлку нашёл. Видишь ли, с ним есть одна сложность. Приготовление микстуры требует крови. Причём доноры, существо, чьи воспоминания мы хотим получить, должны быть одного вида. Ну, есть у меня один знакомый вампир, который наверняка нам поможет. Правда, Регис? Дело в том, что всё не так просто. За время твоего отсутствия я пытался найти аналог, но... Опасаюсь, что таковых нет. Не понял, что нам мешает просто взять у тебя немного крови? Нужна кровь в состоянии возбуждения. Как ты наверняка знаешь, высшие вампиры меняют свою оболочку. Ты предлагаешь мне тебя подрочить, или я чё-то не понял? А, ты сам себе подрочишь. Чё, короче, безумие. И это будет очень опасно. Кстати, хорошо, что Гюнтер Один, когда проклинал ту тёлку, не сказал, что ей никто палку не кинет. Прикиньте, как бы тогда её расколдовывать пришлось. Ёп, не пришлось бы и сдохнуть, конечно. Так, опасно для кого? И упал на мой серебряный меч 50 раз. Да, мы его привяжем или запрём. Ладно, так что ты хочешь сделать? Мы навестим старое владение вампиров. Тесха мутна. Там есть подвешенные клетки. Я войду в одну, а ты тем временем приманишь чудовища. Потом ты будешь их убивать. Думаю, крови будет много. Достаточно для того, чтобы запах довёл меня до безумия. Вот это, блядь, сценарий. Учитесь, разработчики Fallout 4. Вы просто, блядь, мудаки, кто вам вообще зарплату платит после этого? А что это такое? Тесха мутна. Что не квест, то шедевр. Пиздец. Место казни. Давно, когда мы были здесь ещё относительно недолго, жил высший вампир по имени Хагмар. И он так распробовал человеческую кровь, что за ночь мог выпить целую деревню. Это доставило множество хлопот всему нашему роду. Люди, измученные страхом, начали охотиться на нас. Нанимали чародеев и ведьмаков, чтобы нас выстрелили. Вот ты, блядь. Они всё равно не сумели бы вас убить. Однако они были надоедливы. Как, прости мне, это сравнение комары, которые вечно зудят над ухом. Остальные вампиры решили, что с этим надо что-то делать. Схватить Хагмара и наказать его. И тогда в подземельях Тесха мутно возникло место казни. Там создали клетку из специального сплава серебра, дольвинито и метеоритной стали. Хагмара схватили и заперли в клетке. Он сидел там больше двухсот лет, не раз впадая в безумие, но выбраться не мог. Отсюда следует, что ярость моей скромной... А чё с ним потом стало? А как он двести лет не жравши сидел? А чё вы его нахуй в этой клетке над костром не повесили? А чё кол в жопу ему осиновый не вколотили? Тоже, я слышал, помогает. Медлить не стоит. Веди в этот твой Тесха мутно. Почти готово. Последний ингредиент. Лобковые волосы. Ведьмака. Нет? А, слюни же. Что это было? Кровь. Ворон оказал мне последнюю услугу. Я также принял сангуриум. Препарат, обостряющий чувство крови. Ты ворона выпил? Так я буду чувствовать запах крови в сто раз острень. Ну ты и хуй. Ты спятил? Ты же завязал. Геральт, твоё возмущение мне льстит, но прошу тебя успокойся. У меня не было выбора. Да знаем мы этих, которые завязывают. Как завязал, так и развязал. Ну чё пошли? Пошли жребий брошен. Отправляемся в Тесха мутно. А то у меня голова уже идет кругом. И ты начинаешь слишком хорошо пахнуть. Это мои яйца. А ты начинаешь меня пугать. Эти яйца потели на плотве, блядь. Уже хер его знает сколько времени. Тесха мутно. Немного позже. Ну хорошо, хоть они доехали туда сами. Уже неплохо. Как реплей в армате, твою мать. Давайте уже ближе к делу-то. Каких чудовищ. Священный зал для приток и казни находится под землей. Священный зал. Веди. Натали. Ты веди меня, веди... О, ёп твою мать. А этот что здесь делает? Работа падальщиков. Логово у них должно быть совсем недалеко. Верно. Я говорил, что здесь опасно. И что этот фраер в фиолетовых штиблетах тут делал? За этой стеной находится... Древняя темница вампиров. Я в жизни многое повидал. Но что бы такое. О, я весьма польщен. Это большая честь показать что-то новое такому придире, как ты. Я открою. Хотите, я покажу вам купчино и вы оба охуеете. Ура, блядь, наконец-то. Старинный способ защиты от непрошенных гостей. Дверь открывает механизм, который реагирует только с кровью высшего вампера. Хитрые механизмы, вампирская крепость. Похоже, Туссент был для вампиров важным местом. И остается ими. Во время сопряжения сфер именно здесь открылись ворота из нашего мира в Эфе. Эти земли мы увидели первыми. Обалдеть, вообще можно. Разведение людей и уход за ними. Разведение людей? Это серьезно? В разведении человеческого скота важнейшим аспектом является... Это Майнкамф, блядь, что ли? Или что это такое? Аспектом является обеспечение стаду таких условий, которые, с одной стороны, гарантируют ему выживание, а с другой стороны, не позволяют слишком удаляться от установленных гранит. Следует помнить, что люди это существа до определенной степени наделенные разумом, а скорее... Что? Люди это существа до определенной степени наделенные разумом, а скорее врожденные хитростью и инстинктами, которые диктуют им получать как можно больше за счет своего окружения. Для практики разведения это означает, что человек всегда будет хотеть получить больше, чем мы ему даем. Поэтому рекомендуется обеспечить каждой особе место для сна, питания два раза в день и постоянный доступ к воде. Эти условия, хотя некоторыми они могут показаться чрезмерными, обеспечивают оптимальную выработку гемоглобина хорошего качества. Подробнее об особенностях диеты в других главах. Также необходим доступ к воздуху, без которого люди мрут в течение нескольких минут. В описанных высших условиях не следует беспокоиться о размножении человеческого стада. Если мы обеспечим минимальные условия выживания и перемешать женские особи с мужскими, они будут размножаться, невзирая на то, находятся они в неволе или нет. Здесь следует напомнить, что существует живонаводческая школа, которая велит относиться к человеческому стаду с большей заботой. В том числе доставлять ему питание лучшего качества, обеспечивать свободный выпас с определенными ограничениями. По-видимому, это должно обеспечить более интенсивную выработку полезных составляющих крови и сделать последнюю вкуснее. Однако, здесь стоит упомянуть, что подобные методы разведения значительно труднее и требуют применения техники эмоциональной привязанности, о которой пойдет речь в следующих главах. Автор провел много лет, наблюдая за поведением людей, которых он развалил. С точки зрения морали, сочинение сомнительное, но то весьма подробное. Ебанец. Победитель из Тесхаммутна. Я тот, кто служил племени, возвысившийся над людьми. Я отрекаюсь от людской слабости, поставленной над людьми. Становлюсь я пастырем стада, наполненный силой. Обращаю свой меч против врагов племени. Я господин и раб. Я исполнитель воли племени. Я принимаю этот меч и этот панцирь, дабы служить племени. Ядраться, сраться на батуте. Что это такое, блядь? Панцирь Тесхаммут. 230 брони, сопротивляемость колющим, режущим и прочим. Это не доспех некромонгера из Ридика. Не дает силу атаки, к сожалению, но дает сопротивляемость к урону чудовищ, которые, видимо, сейчас и прибегут. Брючки. 87 броня. А меч? Стальной меч из Тесхаммута. 392 урона. Ёп твоё налево. Шанс критического удара. Ёп твоё, уже лучше, чем мой меч. Реликт. Нихуяся. Сказал яся. Всё. Вызвать заморозку. Это чё? Получение адреналина. Сила атаки. Чё ещё? Пробитие доспеха. Ну, он стальной меч всё-таки, может, надо... Не, у него и так пробитие доспеха, мама, моё почтение. Выбить из равновесия. Как мало у меня дельных камней. Вызвать кровосечение, вызвать отравление. Вот это да. А, это, подождите. Турнирная шашка. Да, турнирная шашка сосёт, блядь. У этого. Ничего. Ну, серебряный меч. Серебряный меч, конечно. А из этого можно выцарапать руны какие-нибудь, интересно? Бля, вообще, я в шоке. Вот это да. Может, и шмоточки надеть, смотрите-ка. Реликт один из шести. А ботинков тут не было? А теперь, смотрите, реликт три. Убийство противника восстанавливает очки жизни. На число, равное 1% от максимального уровня очков здоровья. Ха-ха-ха. Будут стоить 3% здоровья восстанавливать за убийство. Нихрена себе. Вампирский сын как-то тут устроился. И эти очки. Бля, я просто король этого места. Жаль, Геральту нельзя волосы в чёрные покрасить. Такой крутой брони даже у Эмгера Кумган Зады не было. А что я хотел сделать ещё? А, мне же ещё руны. Ну, руны в броню, блядь, они такие, я вам скажу. Вот они, руны в броню, блядь. Они все на знаки, на икни, блядь, не икни. Даже нету на сопротивляемость. Всё на знаки. Мощь, аксия, не аксия, блядь. Нахера нужна? Чёрной краски у меня, я смотрю, нету. Коричневая краска для доспехов. Хаи, зелёная. Чё-то не покрасилось ничего, по-моему. А это что? О, жёлтая, Е. А, у неё покрасилось. Но у меня нет чёрной краски, чтобы стильно одеться. Чёрную краску надо крафтить, по-моему. А из чего она крафтится, я не знаю. Появился лязг кольчуги, как будто это броня прям стальная такая. Очень многие простились здесь жизнью. Но это же не вампиры висят, это же люди. Наверное. Чё охуеву знает, чё это такое. А внизу там дно-то хоть есть? Регис, эй. Чё там за дырка? Эти глифы, высеченные в скале, когда-то они были покрыты кровью. Они что-нибудь означают? Ладонь, ладонь. Символы, вы бы сказали, племён, которые разошлись по миру после сопряжения сфер. Мои предки начертали их здесь, чтобы они напоминали, откуда мы происходим. Что означает этот символ? Это Тедет. Три пальца. Тешки направились на восток за Синие горы. Это приветствие Китни Севардин. Чё ты пиздишь? Ты чё думаешь, я, бля, голодные игры не смотрел? Смотрел, блядь, такое говно. Это моё племя. Моё и Детлофа. Мы остались здесь. Люди в клетчатой батареи и на... Где же вы собрали тут особую библиотеку? Является систематизированным и контролируемым заведением людей. Но это опять... Опять куча текста про... Человеческое стадо, разведение. Не, одна книга это прикольно, но... Раз за разом читать про эту Хиробуру... Да, хотя я в этом участие... Ёб твою мать. Ёб твою ж мать. Вот это да. Ещё и маска в набор входит. Вот это подарочек. Так, вот это говно. Как его бросить? Много весит слишком. 106 крон, 165. Сейчас дешёвку повыбрасываю. Так, в жопу. Охуеть, вот это фраерочек. А перчатки, перчатки. Тут есть перчатки? Регис, перчики не видел, братан. А маска-то где? Э, я видел, маска была. Чё за наебалово? Интересно, почему вот эти две маски лежат в разделе оружия. Ага, вот она. Убийство противника. Это ещё и часть комплекта. Ёпти. Хуу. Вот это да. Это самое стильное дерьмо пока что из всего, что я видел. Дерьмо в хорошем смысле. Ну так ниггеры разговаривают. Эбоникс, сука. Регис, перчатки, пожалуйста. Дай мне перчатки. Найди перчатки, куда вы их положили. Кого тут держали? Это крайне мрачное. Да пидорессов всяких тут держали. Перчатки где? Я бы предпочёл не призывать демонов бросного. А это что? Что это за племя? Харасхам. Это моё племя. Моё и Детлафа. Опять? Мы остались здесь. Рука с кинжалом на этот раз. Что это за глиф? Кукла-4. Они отправились за море. Да пошли они в жопу. Нахрен мне этот обезьянник. Дай мне... Вампирский обезьянник реально. Дай мне перчатки, пожалуйста. Перчатки. Я хочу... Я хочу стильным. Блядь. В чёрном хочу. Красиво, блядь. Модно. Молодёжно. Вообще бронировано. Просто вообще потекут все сучки в округе. Сбегутся посмотреть на меня в этих доспехах. Стенограмма беседы мастера Эзихиль. Эзихиль. Эзихиля Хильдегарда с человеческим существом. Эзихиль. Кто ты? Ч-ЧС. Меня зовут Аликс Бисконт. Почему твоя кожа вся дрожит? Я боюсь, господин. Боишься? Я понимаю. И не знаю слово страх. Ты не знаешь, что такое страх, господин? Нет. Я освоил ваш язык. Но некоторые понятия мне чужды. Что такое страх? Это такое чувство, которое уничтожает все другие чувства. Оно подчиняет голову и сердце. Когда по голяшкам течёт жиденькое, сзади валится мягкое и вообще... Что ты говоришь? А я всегда думал, что это чувство боль. В моей лаборатории я проводил опыты на людях и выяснил, что мать, подвергнутая определённому воздействию, в состоянии забыть даже о своём ребёнке, думая только о том, чтобы боль прошла. Разве страх похож на боль? Нет. Боль управляет телом, а страх рождается в сердце. Ах, вот как. Это очень интересно, то, что ты говоришь. Думаю, мне надо будет исследовать в лаборатории твоё сердце. Как это исследовать? Обыкновенно вынуть его и подвернуть всестороннему исследованию. Ну, ведь, господин, я тогда умру? Да, ваша смертность представляет для меня большое неудобство. Но ведь это не я создал ваш вид, не я в ответе за его чрезвычайную хрупкость. Беседа проходила на людском языке и записана на нём же стенограмму. Необходимо перевести. Ебанина какая-то. Перстни. Нихуя, ничего тут, короля какого-то завалили? Пленник из Тесханмуны. Я нашёл клочок пергамента, который выпал из кармана одного монстра. У меня в кармане остался кусочек угля. Я написал бы это... Чё-то дохуя текст это углём-то написал на клочке бумаги. Чё себе, блядь. Я написал бы это собственной кровью, но чувствую, что её уже почти не осталось. Мне холодно. Каждый третий день они приходят и вскрывают мне вены. Потом я не могу шевельнуться. Долго я так не выдержу. Из соседних клеток слышен вой перепуганных людей. Если бы у меня были силы, я разбил бы себе башко, решётку. Я надеюсь, что долго это не продлится. Алоис из соседней клетки умер вчера. Его выпили. Наверное, их это разозлило, потому что я слышал, как они ссорятся на своём странном харкающем языке. Сегодня с утра привезли новых. Можно сказать, пришла поставка свежей крови. Новички ещё не знают, что их здесь ждёт. Единственное утешение для меня в том, что я это уже знаю. Что никогда больше я не переживу того ужаса, который испытывал в первый раз, когда за мной пришли. Я не знал, что им нужно, пока они не вынули эти блестящие инструменты. Никогда я не видел такого прекрасного металла. Моя кровь отражалась в этих инструментах, как в зеркале, и окрашивалась серебро пурпуром. Ты умер романтиком, чувак. Бля, это я уже видел. Мне здесь не надо осмотреть все эти, блядь, закорючки нарисованные. О, перчатки! Это тот, кто их носил? Блядь, обноски мне достались. Вот дерьмо. А, они в ларчике, в ларчике лежали. Наверное. Так, сколько за лопату дадут? Блядь, 400, дорогая сука. Надо что-нибудь подешевле выбросить. Оу, еее. Некромонгер. Просто лорд, сука, некромонгер. О, что это у меня вот эта дешевка здесь лежит? Выброси нахер. Все равно перевес. Блядь, сколько они весят? Они что-то из чугуна, блядь, выколаны. Э, камон. Сейчас что-нибудь. Это дорого мне как память? Это тоже, это, блядь, дорого вообще? Чего, 400 монет? Да мне не за каждый квест столько платят. Давай какой-нибудь мусор выбрасывать. Это что за херня? Сломанная маска ура... А-а-а! Помню, помню. Шишка, блядь. Предмет необходимый для задания. Ну, та шишка у Геральта всегда с собой. Это что? Кукла для магических виртуалов. Мусор. Отлично. Выкинуть нахер? Где он тут вес показан? А-а-а! Старая вещь, шкура, блядь. Старая козла, шкура. Просто шкура. Медвежья. Нет, медвежья дорогая, наверное. Лошадиная шкура. А это что? Раковина. Обычный предмет. Всё. Нихера я облегчился. Как посрать сходил. 4 килограмма прям. Сейчас, походу, будет что-то очень интересное. Надо сайвануться. Всё, пошли. Я тебе жопу надеру кому-нибудь срочно в своих новых вещичках. Блядь. Опять темень, грёбаная. Шутывая жидкость. Что это за клетки? Ты говорил, здесь держали только одного вампира. Ах, да. Видишь ли, мои предки были не самыми великими гуманистами. Они решили, что лучшая кара для Хагмара мучить его запахом крови. Охренеть. Поэтому здесь держали также людей, которым пускали кровь. Хагмар сходил с ума от боли и злости. А люди умирали от потери крови. Опять евреи под раздачу попали. Я хотел бы возразить, повернуть время вспять, но это невозможно. Я могу чувствовать только стыд за моих собратьев. Не вини себя. Ты ничего не мог сделать. Приступим к делу. Чё, блядь, значит, мог, не мог? Убей вампира, нахуй нужен? Я приготовлю приманку, будь любезен. Разложи её, пожалуйста. Лучше всего у входа в туннеле, когда запах разнесётся повсюду. А ты не мог, да? Разложи приманку у входа в туннеле, чтобы чудовище быстрее почуяли запах. Ты думаешь, я, блядь, тупой или глухой? У меня волосы встают дыбом, как подумаю, откуда здесь эти туннели. Это естественный ход событий. Запах смерти привлекал трупоедов. Где? Сейчас он в клеточку, смотрите. Э, дымочек, давай-ка на базу. Ну? Он не сейчас, видимо, в клетку пойдёт, да? Когда я разложу его с ссаной приманки. Кабернеш, а то де Конрад. Вино, наверное, тысячелетней выдержки какое-то офигенное. Подожди, а как? Чё происходит, блядь? Так, надо, наверное, убрать мусор, он мешает. Кусок мяса? Сам он ворону выпил, а... А этим, значит, падальщикам вифштексы. Блядь, я жрать так захотел. Когда я вижу мясо, сразу жрать хочется. Не быть не веганом, походу. Так, где ещё? Я понял, они сейчас будут со всех щелей сюда, походу, бежать. Какая-то краснолюбская хуета. Три. Разложил, осталось последнее. Думаешь, получится? Я умею считать. Мясо воняет так сильно, что запах должно быть в Новиграде, слышал. Да, вроде свеженькое. Так сказать, Ригису когда будете готовы. Сейчас я. Ригис погать. Наебенешка эликсирами. Кто будет на меня нападать? Давайте прикинем. Трупоеды. Трупоеды, однозначно трупоеды. Так, здесь бахнем каме. Лошади никогда не паникуют. Да, это именно то, блядь, что мне сейчас надо. Вырабатывать быстрее, чем обычно. На первой спешке. Да, нахуй. Шанс критического удара. Где-то ещё шанс удара. Не то. Не то. Вот это. Вот это годнота. Хорошо, вот это хорошо. Ещё что-то одно могу. Если вы... Нарочное так, нахуй. Каждый сендорович и силотаки вот это. Всё, родная, блям, понеслась. Так, гаси вот это говно. Ну, чё там, видно чё-нибудь? Вроде видно. Я не могу выпить кошку, потому что интоксикация тогда ещё больше повысится и будет совсем херово. Так. Ты уже готов, мудрофанка? Нигер, шанс? Приманки готовы. Каман. Я войду в кредо. Дай мне твою бокс. Ты меня прикуёшь. Сплав из которого сделаны прутья не даст мне обратиться в туман. А ты что, захочешь сбежать? Я буду хотеть одного. Остановить боль. И я за себя не ручаюсь. Приковывай его быстрее, а мне не нравится его голос. Прикуёшь, блядь. Это приковал? А ты его просто закрыл. Давай, быстрей. Чудовище почти здесь. А у меня уже кружится голова. Но я живу, не видя дня. Во мраке без конечной ночи. Кто не знает, как вампир алчат крови? Не представляешь, что такое жажда. Вот. Как ты неправдоподобно играешь. Ты что, сумерки не смотрел? Ты должен как Эдвард корчиться. Как Эдвард Каллен. Он красив и сексуален. Не то, что ты. Ты не вампир, ты говно. Может, договоримся про какой-нибудь знак? Ну, на случай, если тебе станет совсем не вводя. Стоп, слово. Это ж порнуха. Ну и что ты тогда сделаешь? Не знаю. Успокою тебя как-нибудь. Ты не сможешь. Ты лучше сам успокойся. Заебись прошло. Как тебе, Рейгис? Нормально? Чё за ебанина, блядь? Ну, нельзя было каких-нибудь зайцев, блядь, резать, свиней. Почему? Сука, вот эти вот, блядь. Что ты тогда сделаешь? Не знаю, успокойся. Блядь, бочка пиздец как стоит там в тему. Просто, блядь, лучше. Ты не сможешь. Ты лучше сам успокойся. И давай просто пройдём через это. Для демона не может быть иначе. Они, блядь, там забагованные, походу. Смотри, они даже не подходят. Пизда-то вообще, блядь, я ебал. А я думаю, чё я дохну? Тут весь уровень багованный как говно, блядь. Мамонт, ахуй. Мне кажется, я должен был сломать ту бочку, нет? Взрывайся, взрывайся, взрывайся. А, греби, тварь. Твои ублюдки. Охуенно у меня игни, блядь. Абсолютно power for игни. Ща, 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 пацаны, стойте. У меня игни копятся, ща. Ща въебу! Ух, мочканул, блядь. Ну, один горит, вон. Блядь, щас, пацаны, копятся, копятся у меня. Тут всё. Отличный гром. Надо бочку сломать. Это... А, бочка неломаемая, блядь. Ну, заебись тогда вообще. Даже туда, блядь, не знаю, как подойти. Да ты охуел, что ли? Ну, ёбаный ты, блядь, пиздец. Ну, я в шоке просто, блядь. Ну, как так-то, нахуй? Ну, и хуета, ебать, а? Я ничего не хочу сказать. Задумка хорошая, но, откровенно говоря, реализовано это всё через жопу. Просто пиздец. Я думаю, вряд ли кто будет с этим спорить, что реализация, блядь, какого квеста просто, блядь, уебанская. Не потому, что, блядь, взрыв этих саных иголок убивает. Возможно, так и было задумано. А потому, что, блядь, им бочки вот эти пройти не дают. Ну, это пиздец полный. И мне их, блядь, не ударить, и им не выйти. Охуеть. Ну, чё мы делать должны? Ох, здравствуйте. Ну, я понял цель. Паршивца главное убить. А он всех взрывом, нахуй, поубивает. И меня, блядь, и не меня. А вот это говно вообще, блядь. Блядь, попал. Сукин сам. Да заебал ты, нахуй. Ну, я понял, в чём дело. Опять захватцели, гаи, за рубли. Ну, смотрите, чё сейчас будет. Баун взорвались. Ты там, как, мне, мне, всё, хуже. Блядь, азархать. Срать захочешь, скажи, выпущу. Блин, я не вижу просто ни хуя, чё происходит. Хорошо, альгули не пришли. Я их ещё и бить не помню, как надо. Из арбалета, что ли? Ого. Вон, видели, я засиял пламенем. Я, то есть, полечился в этот момент. Опачки. Блядь, ты-то кто, Якима, что ли? Якима. А, катакан. Какой разница, что это такое? Я лью, лью, лью кровь, блядь, заебался уже. Всё в кровище. А катакан не вампир ли часом, а? Ну чё, жажда крови Региса уже достигла апугея. Вау. Круче только жажда палки у его папы-гея. Ха-ха, сука. Ну, камон. Блядь. Только я отпрыгиваю, а она в это время промахивается. В итоге, блядь, до неё километр просто. Чё это с ней? Нахера она опиздюлилась. Я тебя сейчас отпущу. Там-то ещё два гуля между... О, ё-та-мать, а это ещё что за хуйня? Всё, они обоссались. Регис, мы сделали это. Ух ты, обезьяна какая. Такого нельзя отпускать. Надо крови у него набрать. Сейчас ещё с ним битва начнётся, я вообще-то закончу. Ничего ты росомаха, бля. Чё ты там нацедил, блядь? Ведро подставляй, с него вон брызжет ещё. Там... Потерпи ещё немножко. Через пару часов кровь засохнет, и запах уйдёт. Да, хуй там чё уйдёт. Вот, блядь, мыть надо теперь. Роты солдат-срочников с тряпками. Опытных, которые сортирую уже год отмыли. Пойдём-ка отсюда. Спроси хоть, чё он там. Что с микстурой? Доктор Мом нам поможет, пойдём. Клеточку надо расплавить, и из неё выковать меч. Антивампирский. И доспехи. Антивандальные. А то эти чё-то совсем не защищают. Я всё приготовлю. Понтов до хрена. Скажи, что делать? А понту ноль. Ну, так себе побоище, конечно. Вот, блядь, я не знаю. Ну, надо было поболи, конечно. Волнами-волнами, знаете, так, чтобы они нападали. Ну, я вот говорю, из-за того, что, блядь, они в бочке въёбанной застряли все. Вот это всё обосрало, вот реально. Вот эти три, которые там застревают. Вот они вот просто вообще, вот, вся массовка пропадает из-за того, что они не могут пройти, блин. Тебе лучше? Дай мне ещё немного времени, и я приду в себя. Ну да, мне уже лучше. Мне вот эта маска напоминает маску Смоуга. Только у него золотая была. Давай поговорим. Давай не будем говорить, хватит. Я приготовил отзывок. Всё точно по рецепту. Ничего не перепутал, пропорции верны. Время приготовления тоже. Это важно, Геральт. Малейшая ошибка даже Ведьмаку может дорого обойтись. Кое-какой опыт в приготовлении эликсиров у меня есть. Если помру, закопай меня в этой броне. В таком случае... Начнём. Окей, нига, давайте начнем. По-моему, это самые крутые доспехи за все части этой игры, что я видел. Ну. Во-первых, они чёрные. Ну, во-вторых, они стильные. Нет, конечно же, тяжёлая броня этих, блядь, эмгирских воинов тоже неплохая. Но это прям вообще готика. Но она же чем-то похожа, кстати, на Нильфгардскую. Помимо цвета, общим стилем. Сужение к талии, там вот этот вот... Лист какой-то. Так, а вот и наш вампир в кожаном плаще. Модный, модный такой. Простите. Я только на минуточку. Вы встряли в очередь. Но, милостивый граф, у меня заседание сейчас. Сэр, вы были первым. Пожалуйста, присядьте. Этот господин был первым. Шевелись, а то пожалеешь. А-ха-ха-ха, это знакомый вашего сиятельства. Чувак, где плащ купил? Да? Нет? Походу, сиятельства предали. И вампир мстит предателям. И тут я велю ему сойти и уступить место. Он стоял как дурак. Ты бы его только видел. Ха-ха-ха. Дали мы ему прикурить. Нахуй тебе такой друг неразговорчивый? Самый, блядь, унылый собутыльник, как его я видел. А мать решила купить эту мельницу. Ха-ха, забавно, а? Походу, ваше сиятельство сам пиздобол за троих, как говорится, поэтому... А-а-а, Корва Бьянка, он Детлафу отдал? Или что? А-а-а. Что это у него за муха прикол-то? Но, по крайней мере, теперь есть что рассказывать друзьям. Навозница. Извини. Что? Да ладно. Ебать ты отмороженный на всю башку. Он ему деньги в пасть затолкал и убил. А, это его труп я достал? Ну и нахера он это сделал? Чё? Чё, бля, происходит? Вот ебанутый. Ну, ты это видел? Может, теперь мы его убьем? А, он не видел. Проснулся. Убрыкался, как зверь, пойманный в селки. Я уже начал бояться, что тебе конец. А-а-а, было не слишком приятно. Ну, в общем-то, всё удалось. Что ты видел? Делакроа. Убить его было нелегко. Похоже, Детлаф с ним сдружился. И всё-таки убил его. А тело расчленил. Потом он впал в ярость. В раскаянии он отрезал себе руку, которой совершил убийство. А-а-а. Интересно. Не похоже на Детлафа. Ты видел что-то ещё? Кстати, если вы посмотрите, вот когда ведьмак вставал, у него железный доспех на животе, он беспалевно гнулся. Как будто это всё резиновое. Я видел момент, когда Делакроа бескорыстно поддержал Детлафа. И похоже, это было началом их дружбы. Что тебя смущает? В этом не было ничего особенного. Обычная жизнь. А видения должны быть связаны с сильными эмоциями. Видимо, у Детлафа этот эпизод вызвал именно такие эмоции. К тому же позже он убил Делакроа. Убийство кого-то, кому мы симпатизируем, не обходится без эмоций. И у кого, даже у вампиров. Ты видел что-нибудь ещё? Будка чистильщика обуви появлялась в видении дважды. Детлаф познакомился там с Делакроа и вернулся на то же место после убийства. Интересно. Будка, кажется, где-то в портовой части города, а сам чистильщик вроде бы знает Детлафа. А об чём? Как Детлафа найти или что? Убивать мы его не хотим. Чё, мы его ебало набьём? Я что-то узнаю, сразу вернусь. В чём смысл-то? Ну, тут великая загадка прям. Согласны, да? О, 45 уровень. Как быстро левелы тут дают. О, да он тут самогонку гонит, смотри-ка. Вот хрен. Опачки. 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 Инструментики. Это я возьму. Да ёб твоё ж ты лестницы. Дважды, бля, мамку делал этого строителя. Что с лестницами в этой части? Господи, не понимаю. Так, ладно, продолжение следует. Всё такое. Чё-нибудь там нажмите, чё-нибудь там напишите. А здесь что у нас лежит? О, нормально. Ну, вы поняли, короче. Адьё. Хе-хе. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...